Здравствуйте! Это программа 6 на 6. И минувшая неделя в мире волейбола была настолько насыщенной, что, в принципе, мы могли бы, наверное, и целый час рассказывать обо всех этих событиях. Но постараемся уместиться в отведенные 30 минут. Вместе со мной в студии Татьяна Грачева и Владимир Косторнов. Здравствуйте! Добрый день! Ну и давайте начнем с такого официоза, может быть. Несколько дней назад главным тренером женской сборной России уже окончательно на Олимпиаду, точнее на сезон предстоящий 2012 года, был назначен Сергей Овчинников. Вот как, на Ваш взгляд, были ли вообще какие-то подводные течения здесь? Или уже после того, как выдали карт-бланш, назначив исполняющим обязанности, все стало понятно и ясно, что Овчинников будет руководить и дальше? Ну, после самоотвода Решат Елизудинова, мне казалось, что Сергей Овчинников, в принципе, на сегодняшний момент единственный кандидат, который наверняка займет пост главного тренера, что и, в общем-то, произошло в самое ближайшее время. И сейчас, я считаю, что для Сергея, как он сам говорит во многих своих интервью, главная задача – это отобраться на Олимпиаду. Но у меня здесь нет никаких сомнений. Я уверен, что мы туда отберемся и, конечно, удачно выступить в Лондоне. А вы знаете, я думаю, что все зависело от Калининграда. Федерация назначила исполняющим обязанности именно вот поэтому, потому что нужно было посмотреть, как тренер сработается с командой в такие короткие сроки. И если там получилось, если там добились результаты, то, в общем, есть смысл работать дальше и доверить Овчинникову команду на отбор к Олимпиаде. То есть ты считаешь, что Калининград был такой лакмусовой бумажкой? Мне казалось, что турнир, ну, априори был проходимый для нашей сборной. Кто бы не возглавлял команду. Это настолько нервный турнир, очень неожиданные соперники. Конечно, они, может быть, нас слабее где-то уровнем, классом, но от этого они получают какое-то дополнительное преимущество, потому что с такими командами играть тоже непросто. И на кону очень большая цена. И поэтому Сергей Анатольевич очень хорошо справился, команда, в общем, прекрасно выглядела, турнир получился. И пожелаем ему успехов в дальнейшей работе. Ну и давайте послушаем самого Сергея Овчинникова. Наши коллеги в Краснодаре поймали его буквально на следующий день после назначения. А в Москве он прямо из здания Федерации отправился в аэропорт и, соответственно, полетел в Краснодар. И вот лично для меня главный вопрос, собственно, будет, как он будет совмещать должности тренера клубного и тренера сборной. Ну, частично на этот вопрос Сергей Овчинников ответил. Что изменилось, можно сказать, с новым статусом, что не его, а главный тренер сборной? Ну, я эти буквы просто не видел, они маленькие были, так что их просто сейчас не стало и все. То есть лично для вас ничего не изменилось? Ничего. На заседании из полкома реально решалось, будете ли вы главным тренером? Или это уже была просто формальность, и решение было принято заранее? Знаете об этом, нет? Нет, начался президиум, меня пригласили отчитаться за сбор перед Калининградом, о турнире в Калининграде. Затем я вышел, было обсуждение моей кандидатуры, ну, дебаты там, я так думаю, были. Затем меня пригласили и поздравили с назначением. С 1 по 6 мая в Турции отбор, это серьезнейший отбор, это практически чемпионат Европы будет. В нашей подгруппе сербы, поляки и руманы. То есть надо выходить из подгруппы и полуфинал, и финал, так что это будет очень серьезное испытание. После чемпионата сразу начнутся сборы 16 апреля, 1 мая игры. Состав сборной перед турниром майским, будет это изменяться? Будут все сильнейшие. Вот на данный этап сильнейшие игроки будут участвовать в этом турнире. За игроками сборной нужно следить, да? Просматривать матчи, а вы работаете главным тренером Динамо. Как будете совмещать это все? Это не проблема. Это не проблема. Есть видео, есть много средств связи. Шутку или нет, говорят, что теперь игрокам Динамо будет легче попасть в сборную. Шутников много, да, шутников много в нашем деле. Так что это шутка. Но в каждой шутке есть доля правды, да, как говорится. Игрой только игрок должен доказать, а не принадлежность у клубной. Я вам еще раз сказал, что самый сильнейший будет находиться в 12. Еще мне кажется, что в этот ответственный сезон клубные тренеры должны как можно больше помогать Сергею Овчинникову. Потому что, ну, действительно, за такое короткое время нужно и попасть на Олимпиаду, и еще хорошо там выступить. Мне очень понравилось интервью Николая Васильевича Карполя, что он готов тоже как-то участвовать своими советами. Понятно, что 73 года и быть главным тренером сборной, об этом не может быть и речи, потому что колоссальная нагрузка и очень большая ответственность. Но, в общем, есть готовность помогать молодым нашим специалистам. И я думаю, что Овчинников, как человек адекватный, он от хороших советов не откажется. Ну да, надо действительно лишь вынести эту нагрузку. Хорошо, что Сергей Овчинников, 42, и он молод, свеж, физический, здоров. Николай Васильевич тоже в порядке, как он показывает чемпионат России. Да, судя по чемпионату России, да. Но просто действительно вынести это и клубной нагрузкой, и вот сейчас такое новое дело, подготовить сборную, будет, наверное, непросто. Мы действительно только желаем успехов, удачи и, естественно, будем следить и в дальнейшем за нашей национальной командой. Ну, а переходя к уже непосредственно матчам, Лига чемпионов возобновилась. Причем возобновилась в формате и девочки, и мальчики. Наконец-то третий тур, вроде бы уже экватор групповой стадии. И вот только сейчас начали играть все вместе. Ну, центральный матч пока из тех, что уже сыграны, был в Турции. Новосибирский локомотив приехал играть против Фенербахче. И вот любопытный момент. Мы имеем возможность показать интервью Ивана Мильковича накануне этого матча. Понятно, что Милькович звезда мирового класса. Понятно, что он выиграл чемпионат Европы. Но вот послушаем, как он относится к сопернику. Иван сказал, что, в принципе, все в команде готовы. Но это будет не самая важная игра. Да, цель для Фенера победа, конечно же, в этом матче. Ну, а цель глобальная – закончить групповую стадию с не лучшим результатом. Только первое или второе место рассматривать как хороший результат. Конечно, в Лиге чемпионов более сильные соперники, чем в турецком чемпионате. И есть определенная усталость после Кубки мира. Но в целом самочувствие в порядке. Милькович сказал, что верит в победу. Локомотив не особенно известен. Однако уж дома обыграли мы Мачарату, говорит Милькович. Так что и с русскими справимся. Ну и вот как справились. Давайте посмотрим фрагменты игры. Мы с Владимиром комментировали матч. И, в общем, получили такое настоящее удовольствие. Да, Володь? Ну, может быть, было действительно шикарно. И были у нас опасения с тобой перед началом этой игры. И не только у нас. Что после поражения с счетом 0-3 от Кузбасса. В общем, новосибирцы не смогут собраться по понятным причинам. По многим причинам. И потому что сборники только вернулись не в форме. И потому что игру в чемпионате России показали не очень хорошую. Но как-то с первых минут очень серьезная уверенность была видна во всех игроках. И ту общекомандную игру, которую стал демонстрировать Локомотив с первого сета. И та заряженность, которую мы сейчас видим на экранах. Это то, за счет чего Локомотив полностью универсировал все самые сильные стороны своих соперников. В первую очередь, это, конечно, Маршала, Мильковича, лидеров команды. И, в общем-то, дебютант нынешней Лиги Чемпионов преподнес очень серьезный сюрприз турецкому команду. Турецкой команде в составе новосибирцев, конечно, я не могу не отметить, опять-таки, и дебютанта Лиги Чемпионов в этом году. Это Санчес, который, в общем-то, показал фантастический результат в процессе нашего репортажа. Мы не видели процентов, но потом посмотрели 73% эффективности в атаке. Плюс нельзя не отметить великолепнейший блок новосибирцев, они славятся этим компонентом. Десять раз мы накрыли атаку Фенербахче против всего лишь двух блоков со стороны наших соперников. Ну и в целом, по игре никто не выпадал из наших ребят. Были точечные замены, которые приносили свой результат. А турки вроде бы и держали свою игру, но все их козыри были на них очень успешно биты. Поэтому Локомотив действительно предстал в Лиге Чемпионов очень грозной силой. Я считаю, что, судя по интервью Мильковича, у турецкого клуба была некоторая, ну не то чтобы недооценка соперника, но вот статус новичка сыграл с ним некую злую шубу. Все-таки надо было посерьезнее отнестись к нашим игрокам. Там масса достойных спортсменов, которые на индивидуальном средстве могут обыграть соперника. Я думаю, что вы как-то мало хвалили Александра Будько, потому что он очень здорово вел игру, и как раз вот этим компонентом Новосибирск переиграл соперника, потому как, ну, турецкий связующий, конечно, проиграл ему 100%. Качество передачи, введение, и я думаю, что вот эти фантастические проценты Санчеса, они, конечно, обусловлены передачей вовремя, передачей точной и передачей очень удачной. И поэтому Кубок Мира на связующих всегда отражается очень хорошо. Понятно, что есть усталость, но для связки главное голова, и мне кажется, что Будько очень прибавил и будет еще прогрессировать. Я бы еще отметил характер команды, потому что очень похожа была ситуация в Италии в первом туре, когда выиграли первый сет, лидировали во втором, а потом сломались. Здесь, вот во второй партии, когда турки повели в счете, новосибирцы показали настоящий характер, и вполне логично, что Андрей Воронков после матча был очень даже удовлетворен результатом. Я не рассчитывал, что команда наша победит так легко. Я думаю, что они в хороших кондициях находятся в будущем игроки в Сенербахте. Поэтому такой получился этот счет, неожиданный. Я думаю, он неожиданный для фанатов Сенербахте и для самих игроков. А мы сделали, мы настраивались, потому что надо было реабилитироваться, и для первого сетю болельщика не задавать снимать, выигранный теми, но мы здесь ехали в максимальный результат. Если говорить о втором нашем участнике Лиги Чемпионов, то накануне «Зенит» провел свой матч третьего тура. Ну и в принципе, собственно, не ожидалось никакого сопротивления от бельгийцев, наверное. Леник — это не та команда, которая может какое-то сопротивление «Зениту» оказать. Поэтому просто констатируем факт, что наш лидер не провалился, держит свою игру. Очередную победу свою копилочку занес. Это третья подряд победа в рамках группового топлива чемпионов. С чем мы казанцев поздравляем. Ребята молодцы, тут больше сказать, да, не очень. Ну, в принципе, меня даже удивила немножко свежесть Максима Михайлова. Мы говорили о том, что колоссальная нагрузка на Кубке Мера. Но вот такое ощущение, что уже достаточно быстро восстановился. Нет, это очень интересный момент, на который ты обратил внимание. Достигнув некой пика формы к концу Кубка Мира, сейчас Макс может какое-то время находиться на этом пике и по инерции продолжать играть на таком волейболе. Но физиологию не обманешь, спад он рано или поздно придет. Главное, чтобы он был неглубоким и никак не отразился на результатах команды. Ну, вот, кстати, наверняка Владимир Олег задумывается о финальном турнире Кубка России, который пройдет здесь же. Вот, Таня, как ты считаешь, тоже как человек, прошедший такие долгие, трудные соревнования, до конца декабря еще хватит сборников в «Зените» или этот спад как раз и придется на финал Кубка? Сложно сказать. «Зенит» та команда, которая наполовину состоит из сборников. И этим командам, конечно, придется тяжело. Но если выдержат, будет замечательно. Если нет, то, возможно, неожиданность. Потому что много команд претендует на то, чтобы завоевать Кубок России. И это и так достойный такой почетный трофей. Плюс еще путевка в Лигу чемпионов. Ну и давайте посмотрим положение в подгруппах, в которых участвуют наши коллективы. И у новосибирцев, в общем, еще, конечно, задача не выполнена. Тем более, что сегодня вечером только играет Мочерата в Австрии. И вполне вероятно, она станет лидером подгруппы. Локомотив будет по-прежнему на третьем месте. Но матч через неделю дома против Фнербахчи, наверное, может стать определяющим по выходу в следующий раунд. У «Зенита» ситуация противоположная. По большому счету, я бы, наверное, на месте Олега повез бы в Бельгию. Второй состав дал бы отдохнуть ребятам. Ну, это было бы, кстати, да, закономерное решение. И вполне возможно, Владимир Олегов так и поступит. Тем более, действительно, на носу буквально финал Кубка России. Гораздо более важное соревнование сейчас. Можно завоевать первый титул в этом сезоне. Ну, переходим к девушкам. Собственно, Казанская «Динамо» только сегодня вечером будет свой матч третьего тура проводить. Поэтому чуть подробнее поговорим о «Динамо Московском». Таня, вот как ты охарактеризуешь состояние команды? То есть, кризис уже пройден? Или вот по вчерашнему матчу, по общению с «Динамо»? Ну, я думаю, что, скорее всего, нужно ориентироваться по игре с «Заречием». Именно оттуда пошел такой подъем «Динамо». «Москвички» обыграли своих давних соперниц со счетом 3-0. И, конечно, перед игрой с «Цервеной звездой» они находились в приподнятом расположении духа. Но справедливости ради стоит сказать, что «Цервена звезда» – это, конечно, далеко не самая сильная команда в Лиге чемпионов. И, может быть, даже хорошо, что мы вчера играли именно с таким соперником, чтобы еще чуть-чуть добыть себе уверенности. Пока я не могу сказать, что «Динамо» – команда без ошибок. Или команда, которая выглядит так, как она должна выглядеть. И как ее хотят видеть и руководители клуба, и болельщики, и сами девчонки. Но то, что вчера получилась победа со счетом 3-0, это, мне кажется, прекрасно. Ну и вот впечатление Юлии Маслаченко, которая нечасто работает на волейболе. Вот такой свежий взгляд корреспондента с места событий. Нетрудно себе представить, с каким настроением «Московская Динамо» выходила на площадку в матче с «Цервеной звездой». За плечами два поражения в Лиге чемпионов. Проигрывать и эту встречу было нельзя. И не только из-за очков. «Динамо» необходимо восстанавливать уверенность в собственных силах. На руках у россиянок было два козыря. Играла команда дома. Да и соперник, честно говоря, был не самый сильный. Единственным игроком, представляющим опасность, могла стать только Анна Белица, входящая в состав сборной Сербии. Конечно, игрок сборной будет определяющим. Белица. Конечно, мы очень внимательно следим за пасующей. Как она ведет тактические игру. Но для спасения «Цервеной звезды» одной Белицы оказалось мало. «Динамо» без труда выиграла две партии. Немного понервничать пришлось только в третьем сете. Уходя вперед на 4 на 6 очков, нельзя допускать, чтобы они нас догоняли. Если уже мы, как говорится, держим игру в своих руках, надо соперника добивать. И «Динамо» соперника добило в трех недолгих сетах. Лучшим игроком команды была признана Мария Перепелкина. Хотя, по мнению главного тренера Бориса Колчина, это звание могла получить любая из девушек. Мы отдали должное тяжелой работе центральным игрокам. И Маша Перепелкина получила приз лучшего игрока. Хотя это могла быть и Света Крючкова, которая показала феноменальный процент на приеме. И Наташа Гончарова, которая 71% в атаке показала. То есть команда уже становится монолитом. Что ж, «Динамо» в этом матче действительно выступило ярко. От «Сервини» звезды то же самое сказать трудно. Гораздо интереснее, чем их команда выглядели болельщики сербок. То, что меня приятно удивило, вернее, неприятно удивило, что все-таки какие-то связи между «Сервиной» звездой и «Спартаком» существуют. И сегодня вся трибуна была «Спартаковская». Признаюсь, они не болели против нас, они болели за них. Поэтому это немного, как говорится, настроило нас агрессивно. Если поедем в Белград, и сегодняшняя игра поможет нам адаптироваться к таким болельщикам, которые против, вернее, за команду соперника. Ну, я думаю, спасибо «Спартакам», «Спартакишам», их так называют. На самом деле, на разминке, когда только вошли в зал, я так пошутила, говорю, мы что, не дома, в гостях играем. На самом деле, болельщики очень нехорошие, перекрикивали наших. Было слышно только их. Была такая атмосфера, как будто мы играем в Европе где-то. Очень было шумно, не слышно было друг друга. Приходилось с помощью жестов там общаться или только на перерывах. Поэтому такая, ну, хорошая была атмосфера на матче. И до последнего они не стихали, даже вот сейчас слышно их звуки. Через неделю «Динамо» снова сыграет с командой из Белграда. Только на этот раз матч пройдет в гостях. Можно только догадываться, какая поддержка будет у сербик дома. Там всегда так болеют. И будет сложнее то, что это будет не наш зал. Само собой, мы будем настраиваться серьезно. Но у мандража по-прежнему нет. Надеюсь, что не будет ни у меня, ни у команды. И мы тоже на это надеемся. Игра «Динамо» улучшается. И, как вырезался Борис Колчин, будем верить в то, что это безвозвратно. Итак, положение «Динамо» пока не изменилось. Третья строчка, но уже гораздо меньше отставания от лидеров. Таня, на твой взгляд, в чем еще можно прибавить «Москвичкина»? Ну, по вчерашней игре давайте посмотрим, наверное, как Казань себя чувствует. Ну, там все в полном порядке. В гостях у Валеро. И очень серьезно предстоит эта встреча, потому как проиграли девушки Омску дома. И вот, насколько я знаю, Решат Гелезубинов даже немножко изменил расписание пребывания в Швейцарии. Сначала планировалась одна тренировка, а теперь уже на вчерашнее утро был запланирован фитнес. То есть, очень серьезно команда настроена, чтобы не сделать предыдущих ошибок. Да, но что касается «Динамо» Москвы? Что касается «Динамо», вот вчера мне очень понравилась Наташа Гончарова. И даже не ее там потрясающий процент в атаке, а ее настроение, с которым она играла. Такой обычно сдержанный игрок вчера проявлял эмоции, и этому нельзя было не радоваться. Мне понравилась Вера Улякина. Она очень разнообразно пасовала, и в ее передачах видно было эта разница. Постоянно она дергала блокирующих, на себя отвлекала внимание. И что не хватало? Не хватало атак первым темпом, ни их количество, ни их качество. Не забивали. И без блока не забивала Морозова. И Маша Перепелкина очень красиво играла Мариты. Но тоже это все поднималось, либо мы сами ошибались. Вот я не могу понять, почему никак вот этих комбинаций у нас не выходит. И еще Леонид Николаевич Зайков в эфире просто не успел добавить, я с ним совершенно согласна. Нет понимания игроков задней линии, понимания блокирующих. Они не знают, куда им бежать, что происходит. Вот пока еще на это, наверное, тоже нужно время, чтобы занимать те места, которые нужны. Вот какой-то общей организации пока немножко не хватает. Ну что ж, будем надеяться, что дела у москвичек пошли на лад. И переходим к их коллегам, волейболистам московского «Динамо», которые накануне провели первый раунд триллера в Белгороде. Ну надо же так, жребий свел в одной восьмой кубке ИКВ два российских клуба. И, наверное, это сильнейшая команда, которая вообще в сетке этого клубного турнира оказалась. Получилось пять сетов подробностей у наших корреспондентов. В рамках одной восьмой финала Кубка ИКВ команда Белогория приняла на своей площадке столичное «Динамо». Игра у подопечных Геннадия Шипулина не пошла с самого начала. Ошибки на приеме и в атаке. Нелепые ошибки при игре между собой. Как итог, 18-25 в пользу «Динамо». Во второй партии подопечные Геннадия Шипулина сыграли на ура. Причем для этого главному тренеру «Белогория» пришлось выпустить на площадку почти весь золотой состав команды. Итог второй партии – 25-23. Третья партия была удачливее для столичного «Динамо», игроки которого мастерски блокировали практически все атаки хозяев площадки. Для хозяев партия закончилась проигрышем – 23-25. В четвертой партии Геннадий Шипулин нашел таки оптимальный состав, который сумел буквально вырвать очки у гостей – 28-26. Очень тяжело было мне варьировать составом сегодня. Тяжело искать этого первого темпа, с которым, к сожалению, не справляются ни Сычев, ни Ханипом. Егорчева где-то я так выпустил, рисковал, конечно же. Где-то угадал. На тайбреке игроки «Белогория» весьма динамично пошли в отрыв. И, казалось, исход игры вот-вот решится. Однако игроки «Динамо» не собирались сдаваться и очень скоро сравняли счет – 10-10. Не собирались сдавать игру и хозяева площадки, устроив для своих болельщиков настоящее шоу. Итог встречи – 3-2 в пользу «Белогория». Я скажу, не надо обольщаться. Мы выиграли тяжелейший матч, но все будет тяжелейше и в Москве. Поскольку там золотой сет правило, если вы помните. И он, как правило, все решает. Поэтому я благодарен ребятам своим. Я благодарен Сереже Тетюхину, который героически сыграл. Вадику Хамутских. Ну и всей команде, в принципе. Мы хорошую сегодня игру показали. «Ответный матч» пройдет 21 декабря на площадке московского клуба. Сергей Мищенко, Алексей Чайков. Специально для НТВ. Плюс Спорт. Действительно, «Ответный матч» будет в Москве. И мы приглашаем всех московских болельщиков посмотреть на эту игру. И еще раз напомним, что только команда, которая одержит две победы, проходит дальше. Вот теперь преимущество у белгородцев. Но если они проиграют, то будет золотой сет, будет, наверное, самое интересное. Ну и 15 очков Сергея Тетюхина, который приехал с Кубка мира с травмой, который не участвовал в матче «Воскресенье» против Краснодара. Это, в общем, наверное, тоже дорогого стоит. И еще немножко картинки из Белгорода. Вот тот самый воскресный матч против Краснодара. Что меня просто поразило. Кубок мира, который будет путешествовать по нашим городам. Вот так вот совершенно спокойно можно подойти, потрогать, сфотографироваться. Ну, просто позавидуешь, наверное, белгородским болельщикам. Ну, это здорово, это правильно вообще. Это вот такой маленький шажочек в поляризации не только волейбола, как это вот так говорится, а в поляризации наших побед в волейболе. Что очень-очень достойно, очень правильно, грамотно. По-больше бы таких информационных поводов и по-больше бы таких акций. Кубок мира и без охраны. Никто не кинулся расписываться на нем из болельщиков. И все так себя аккуратно и уважительно к этому трофею себя ведут, фотографируются. Естественно, и ребята чувствуют себя в такой обстановке очень комфортно. Конечно, настоящие герои Белгорода. И Сергей Тетюхин, и Вадим Хамыцкий. Ну, дальше, собственно, я так понимаю, кубок поедет в Казань на финал Кубка России. И казанские болельщики тоже его увидят. Еще, конечно, интересный момент. На том самом Кубке мира уже показывали в Японии фигуру Екатерины Гамовой, о которой мы рассказывали, как ее делали. Вот, Тань, какие подробности? Когда же мы увидим ее здесь, в Москве? Пока еще предварительные только такие шаги делаются. Идут переговоры для того, чтобы эту Катину скульптуру привезти и в Казань, и даже в Москву. Причем речь идет о вообще таких масштабных мероприятиях, которые, я надеюсь, будут согласованы и получатся. И мы тоже наконец-то увидим. Не только японцы, но и все Катины поклонники, все болельщики волейбола, они увидят то, для чего старались организаторы и руководители ФАВБ. Ну, а Белгород, собственно, мелькнули кадры, все-таки выиграл у Краснодара со счетом 3-1. Это без Тетюхина, без Хтея, без Мусарского, которому провели операцию. И, соответственно, давайте посмотрим на положение в чемпионате, который тоже у нас возобновился. После перерыва достаточно большого на Востоке во главе таблицы «Зенит». Собственно, 6 игр, 6 побед и такой приличный отрыв от ближайших преследователей. На Западе, ну, в какой-то мере неожиданное лидерство «Искры». Это без Спиридонова, с которого сейчас мы с Мачаевым сняли дисквалификации, который, безусловно, усилит сейчас команду. И я думаю, что с новыми силами и эмоциями бросится в бой. Ну, и еще одна, возможно, неожиданность для Тани, наверное, приятная. Уралочка, твой родной, можно сказать, клуб во главе турнирной таблицы. Вот как ты это оценишь? Я бы не сказала, что это неожиданность, потому что команда не одну игру прилично играет и не одна победа в активе команды «Карполя». И действительно, если посмотреть, то очень, если видеть статистику, то такие нестандартные там есть цифры. Игроки первого темпа набирают за игру больше всех очков. Не крайние нападающие, как мы привыкли это видеть в «Уралочке», а именно центральные блокирующие – Марюхнич и Страшемира Филиппова. Вот это меня приятно удивляет. И, наверное, здесь стоит сказать хорошие слова в адрес молодой связующей, на смену которой, наверное, приедет все-таки Ирина Кириллова после Нового года. Но раз дела идут так хорошо, то, может быть, это только еще лучше. Ну, а мы обещали нашим зрителям, что тему победы мужской сборной на Кубке мира, естественно, мы будем продолжать. И продолжать материалами о героях, о личностях, о ребятах, которые эту победу выстрадали кровью и потом. Сегодня либера сборной Александр Соколов. Вашему вниманию материал Александра Аксенова. Сейчас на все позиции у нас есть конкуренция, поэтому непосредственно перед самым чемпионатом Европы уже тренер определится в сад. Это интервью Александр Соколов дал за пару недель до оглашения окончательной заявки Евро-2011. Позади было выступление за сборную на мировой лиге, первый для Александра с 2003 года победный финал с Бразилией. Впереди последние дни подготовки к континентальному переносу с надеждой отправиться туда в статусе основного либера национальной команды. В итоге и чемпионат Европы, и последующий за ним Кубок Мира, куда россияне попали благодаря вайлдкарт, Александр за редким исключением провел стартовый семерки. Помог нашей национальной команде отобраться на Олимпиаду, вернувшись домой с завоеванной золотой медалью. Второй в нынешнем сезоне для него и сборной. Ну, для меня это соревнование такое первого, первое такого уровня. Поэтому, конечно, ощущения были потрясающие, да, когда я первый раз участвую в таком крупном соревновании, еще и выигравшую. Тем более, что основная задача у нас была это отобраться на Олимпиаду, ну и как бы выиграть было еще вдвойне приятно. Здорово. Ну, как дела? Да ничего. Что, как в 10 утра по такой погоде на тренировочке просыпаться? Нормально. Слушай, у Уренгойского это 12. А, 12, нормально, да? Слушай, я хотел спросить про этот дворец. Вот у вас в Уренгой домашние игры считаются, но там вы только, я понимаю, на матчи ездите. Да. Вот. А тренируемся здесь. Да, и как вообще, вот этот парадней будет арена? Ну, не знаю. Для тренировок можно, да. А для игры-то все-таки там зрители. Вы там чувствуете вообще, что вы там дома? Ну, да, конечно. Там как приезжаешь, сразу такая атмосфера создается, что чувствую, что ты домой приехал играть на улице. Ну, да, вот эту квартиру у меня клуб снимает уже третий год. Ты и первый в квартире жил? Я думаю, что да. Потому что до этого нет. Ну, приходите. Сейчас я вас провожу. Здесь, правда, в связи с постоянными переездами, такое холостяцкое гнездо, можно сказать, образовалось. Вот есть фотография сына. Правда, здесь он маленький еще. Это, наверное, лет шесть назад она была сделана в Ярославле. Вот его такая первая прогулка без коляски. Семья Ярославля, я так понимаю, сейчас в первый класс, да, пошел? Да, вот он пошел в первый класс сейчас, уже второе полугодие. У него вторая четверть будет заканчиваться, скоро каникулы. Не знаю, как с расписанием, может, получится хотя бы на каникулы приехать сюда. Ну, они, конечно, переживали там, да, каждую игру смотрели и очень переживали. С одной стороны, радовались, да, что там попал в сборную, пошли выигрыши. А с другой стороны, как бы я меньше стал находиться дома, и здесь был минус, конечно. Здесь практически, да, ничего у меня нету. Все основное в Ярославле находится. Ну, вот в этой комнате я провожу досуг, когда он есть в свободное время. Это вот фотография тоже у нас перед каждым матчем в факеле. Делают такие специальные программки, и каждого игрока в какого-то героя там одевают. Это что за героя? Это принц Персии. Так, это вот свадебная фотография со свадьбы супруга Ирина. Практически после каждого тура, да, у нас есть день выходного, и поэтому я стараюсь каждый выходной ездить туда-домой. В семье не планируешь себя перевозить? Не знаю, сейчас сын пошел в первый класс. То есть, как он там адаптируется к школе, возможно, что у нас еще год можно будет перевезти сюда. А это вот основной центр развлечения мой, когда есть свободное время. Поиграть в другие виды спорта. В какие? Хоккей есть, баскетбол, футбол, все есть. А волейбол-то есть? В волейбола нету. Но мне кажется, это очень трудно так сделать на приставках, чтобы было интересно. Поиграл бы в волейбол на приставке? Ну, я бы поиграл, попробовал бы. Посмотрел бы, что из этого получится. Ну, лето без отпуска, да, у меня давно уже такого не было. Но радуется хотя бы то, что не пропало даром, да, время. Мы выиграли в мировую лигу и сейчас в Кубах мира. То есть, не зря мы там лето были без отпуска. В следующей программе материал про Сергея Тетюхина. Ну, и вообще, вот эта предстоящая неделя будет очень напряженной для наших ребят, для наших клубов. Собственно, четвертый тур Лиги чемпионов. Новосибирский локомотив может обеспечить себе проход в плей-офф. Зенит-то, наверное, уже это сделал, так прямо скажем. Ну, и надеемся на дальнейший прогресс московского «Динамо» женского. Будем все это, естественно, показывать. Мы призываем вас на трибуны, болейте за наших волейболистов, поддерживайте их. Они, как вы видите, очень доступные, открытые и очень приятные в общении люди. И вот это даже кадры из Белгорода, Кубок мира можно потрогать руками. В каком еще виде спорта такое вообще бывает. На этом все. Спасибо вам за внимание. Татьяна Грачева, Владимир Косторонов, Алексей Мельников. Мы прощаемся с вами на одну неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова